А мне вот яблоко, что ли. Закрыв глаза, понять на ощупь, что изображено на картинке, не так-то просто. Рисунки и надписи сделаны по системе Брайля. Язык для слепых вместо привычного алфавита – точки. Вот вы видите, например, буковка А. Это одна точечка, первая. Буква Б. Первая, вторая точка. Светлана – председатель общества слепых. Девушка практически не видит, но знает, как можно приспособиться и жить, как все. Своим опытом Светлана делится и с другими. Сегодня она проводит урок доброты среди учеников младших классов 42-й школы. Надеемся, что узнавая о слепых людях, ребята больше поймут слепых людей, соответственно, будут более естественно себя вести и не стесняться общаться и уметь помочь слепому человеку вовремя. Уроки доброты с участием слепых – проект пилотный. Пока прошло только одно занятие, но в планах слабовидящих и городской администрации организовать такие уроки как минимум еще в пяти классах до конца этого года. Вот смотрите, я иду, мне нужно дойти до двери, да? Я не знаю направления. Значит, тот, кто меня будет сопровождать или кто мне помогает, не нужно меня брать за руку, не нужно меня толкать. Я могу сама вот взяться за локоток свободно и сказать – пойдем к двери. Польза от советов практичная. Ребятам рассказали обо всем, что может им пригодиться в общении со слепыми. Показали предметы быта, которыми пользуются слабовидящие, а также выдали трость и повязки. Задача – погрузить школьников в новый, очень сложный мир. Редактор субтитров А.Семкин Было несложно разгадать некоторые буквы, потому что они как-то были похожи. Все точки там, к примеру, одна точка стоит с другой стороны, а другая – с другой. Я подходила и вела женщину. Мне было понятно, как ей тяжело. Я ее понимала. В Приморье проживает около 5000 слепых и слабовидящих людей. Из них около 600 во Владивостоке. При этом точно статистике дать нельзя. Немало тех, кто не обращается за помощью и не оформляет инвалидность. Однако границы доступной среды расширяются, и город все больше адаптирует для инвалидов по зрению. Один из примеров – главный корпус Музея Арсеньева. 28 октября там впервые прошла экскурсия для слепых. Валерия Белоус, Александр Бортовщук. Новости на Восьмом.